Целыми днями Родион Иванович сидел в ловчонке на базаре, торговавший скобяным товаром. Это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком. И грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена, толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол. «Эй, ты чё там разжапатился? Из-за тебя к ведрам не подойти». Родион Иванович, повинуясь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или занадобившийся этому чудику сепаратор. Усатый чудик в мерлушковой шапке притоптывался пожищами на кирпичном полу, приговаривая, «Добра-то у вас как много и откуда только берется». Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой, «Да брат много!» «Да добра нет!» Выражение лица его всегда было печально ласковое. Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на две категории – на тех, кто от роду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала, «Да чего страшного? Сидит все в уголку, с мухами беседует». Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо. Однажды он постучал и в нашу дверь. «Я открыл». На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально ласковым выражением лица в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете, настриженной под ноль узкой голове. «Не желаете ли добра?» – просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. «Вот». Он протянул коробочку с подтеками клея на углах. «Не обижайтесь». Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне. В своей комнате я осторожно открыл коробочку. Одна сторона ее была незаклеена и служила крышкой. Внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно единственное слово – добро. Я до сих пор храню эту коробочку. Чудом уцелевшую после всех переездов и передряг, чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним, одним-единственным смыслом. И именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка. Родион Иванович